Сегодня руководству МУП «Электротранспорт» пришлось снять с маршрутного рейса один из трамваев. Из штатного расписания вагон вывели учащиеся высших и средних специальных учебных заведений Набережных Челнов, которые сегодня отмечают Международный день студентов. Подробности далее. Желающих получить профобразование в Набережных Челнах немало. Помимо своих, в городе обучаются более трех с половиной сотен иностранных студентов. Сегодняшняя обзорная экскурсия на трамвае – своеобразный подарок для них в честь праздника. Больше в Татарстане, кроме Казани и нашего города, органов нигде нет. Здесь выступают, продолжают выступать самые знаменитые музыканты, актеры, кого здесь только не было. Историческими достопримечательностями Набережные Челны в силу своего возраста обросли еще не густо, поэтому в экскурсионную программу включили объекты спорта, культуры, бизнеса и, конечно, промышленности. Ребят прокатили по всему городу по новой трамвайной ветке. Экскурсия, на нее пригласили представители практически всех челнинских вузов, пришлась по душе иностранным студентам. С городом, местной культурой и друг с другом их знакомили координаторы молодежных объединений. Мы занимаемся с иностранными студентами, проводим разные фестивали, делаем так, чтобы о каждой национальности узнали побольше о культуре, традициях. В сегодняшнем мероприятии приняли участие сразу несколько организаций от Историко-Криевического музея до электротранспорта. А затея принадлежит Ассоциация иностранных студентов, которая работает при Городском студенческом совете. Проявили инициативу и решили, что для социализации, для какой-то простой адаптации студентов, нужно провести вот такую ознакомительную экскурсию по городу Набережные Челны на трамвае. И это далеко не все планы студентов на праздничный день. Они готовы смешать танцы разных народностей с современными стилями. На вечерний танцевальный эксперимент приглашена вся студенческая братья Набережных Челнов. Международный день студента ничего общего с Татьянином днем не имеет. Да и отмечают в нашей стране 25 января день российского студенчества. А сегодняшний праздник берет свое начало в Праге, где 69 лет назад прошел Всемирный студенческий конгресс, на котором его и учредили. Евгений Исаев, Эльнар Мустафин, РЕН-ТВ, Набережные Челны.